Здравствуйте, меня зовут Полина, я учусь в профилм-классе CCN, мне 16 лет. Я думала, в какую мне школу перейти, потому что в моей школе не было той специальности, которая мне была бы прям очень близка, и мы как раз начали смотреть, искать CCN, я пошла на дополнительные курсы, поэтому это вообще все так у меня сложилось, судьба моя, встретить CCN. Я как раз думала, в какой вуз мне пойти, в Россию или в какой-то другой за рубежом, потому что я не только Китай рассматривала, я думала, может быть, Чехия мне тоже очень нравится, и Канада, хорошее образование, но в итоге вот решили остановиться на Китае. У меня большой опыт перехода из разных школ, не потому что у меня какие-то проблемы, а просто так складываются обстоятельства, вот, и в принципе класс отличный, хороший, мы потихоньку находим общий язык, и в принципе все хорошо, мы можем и посмеяться вместе, где-то посочувствовать друг другу, потому что у каждого все равно свои проблемы, и много сейчас тут нюансов, которые возникают при обучении все-таки в таком классе, где нужно прям, не просто там можно списать, допустим, где-то историю, а реально надо учиться, и большая нагрузка, и поначалу, ну, это все сложно, конечно, и сначала у меня тоже были такие сомнения, и я даже, ну, не думала насчет перехода, но как-то мне было прям очень сложно, и как-то все навалилось, и были истерики, конечно, тоже были. Сейчас я всем довольна, и я уверена, что это стоит того, это стоит поступление в этот класс, и обучение здесь, это стоит того, и все мои сейчас, и не только мои усилия, я уверена, что нам все это поможет в будущем. На самом деле китайские для меня самые такие интересные уроки, самые какие-то, ну, вот у нас самый близкий коннект с учителем, не просто мы там сидим, просто боимся вот так вот целый урок, просто не знаем, что сказать, если нас просят, это все, это конец света, мы ничего не сможем ответить, как бы, я не буду ничего не уточнять, все это понятно, вот, а на китайском ты можешь, не то что расслаблены, нет, конечно, нет, мы все сосредоточены, но в комфортной обстановке это все проходит, и очень, и, правда, там интерактивчик, вот это все, и диалоги, и мы как-то, смена обстановки такая очень часто происходит, поэтому все классно, и мы, в принципе, быстро идем, но в нормальном, в хорошем темпе. И каких-то минусов я не наплетаю, не знаю. Может быть, это еще из-за того, что я живу все-таки в Москве, мне не пришлось вот переживать от этого переезда, и я не знаю, если бы я жила в другом городе, решилась бы я на такой шаг или нет, потому что это все-таки очень сложно, и поддержка родителей и близких людей, с которыми я все равно живу, она играет самую ключевую, наверное, роль, а когда ты один в большом городе, я очень appreciate людей, которые переехали из других городов, и сейчас могу совмещать и быт, и какую-то, наверное, личную жизнь все равно, и учебу, и, ну, все вот эти вещи, которые сейчас, в принципе, я делюсь своими родными, родственниками. Горжусь просто этими людьми, они сейчас мои какие-то герои такие. Я уже начинаю, ну, не то что думать на китайском, но я просто понимаю, что я постоянно в этой среде, да, нахожусь, и я просто у меня нет мысли даже другой о чем еще подумать. Вот, но это в хорошем смысле, не то что я там ночью сижу, не сплю, я сплю нормально, все хорошо, я успеваю спать, стараюсь 7 часов спать точно. По своим изменениям тоже уже вижу, что я как-то, не то что там активнее стал, но уже как-то могу свободнее там писать на китайском как-то, это уже только два месяца прошло, а что будет дальше, я надеюсь, только лучше все будет. Самое главное, это знание того, что это будет все не зря, что ты вот сейчас вот трудишься, ты стараешься, ты там ночами, ну, многие же ночами не спят из-за того, что там вот уроков с такой количеством, и все равно нужно как-то держать режим, все нормально успевать, и как бы не перетруждаться сильно, а делать все ровно, в срок, и как тебе, самое главное, будет удобно, как вам будет удобно. И мне помогла поддержка моих близких, моих друзей, да, и, ну, учителей, понятно, тоже учителя очень играют важную роль здесь, и самое главное, это, я думаю, что все равно не забывать про себя, про свои эмоции, если понимаете, что, ну, не можете справиться, то нужно просить совета тоже, обращаться к психологу, это все равно, настрой, он очень влияет, и изначально твой, с чем ты идешь вообще, ты хочешь, ты не хочешь, какая у тебя мотивация, и только твои личные какие-то цели, они играют самую большую роль. Редактор субтитров А.Семкин